Турция. Одно из наиболее популярных зарубежных направлений у российских путешественников. Однако в сентябре россияне столкнулись с проблемами при платежах по картам МИР в некоторых турецких отелях. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что тотальных запретов на оплату этими картами в Турции нет, но проблемы периодически возникают еще с весны 2022 года. А на днях держатели российской платежной системы МИР в Турции столкнулись с трудностями при снятии наличных средств из местных банкоматов. У меня есть две карточки. Одна Тинькофф МИР, другая Сбербанк МИР. Погнали. Вставляем сначала Тинькофф МИР в банкомат Денис Банка. Вот здесь есть Денис Банк. Отчетливо это видно. Выбираем язык, ставим русский. Пожалуйста, выберите операцию, например, снятие наличных. Будем по 100 лир снимать. Подтверждаю. Вот. Хотите произвести другую операцию, говорит. Не удалось. На данный момент это невозможно. Теперь делаем то же самое со Сбербанком. Также берем минимальную сумму, например, 100 лир. И Сбербанк тоже не работает. Очевидно, что этот банк больше не поддерживает карты МИР. Другой пользователь своей социальной сети хотел рассказать своим подписчикам о том, что делать и как найти выход в ситуации, когда платежная система перестала работать. Однако снять денежные средства ей все-таки удалось. Пробуем снять. Ну, судя по звуку, все работает. Очень интересно. Так, ну, в общем, я немножко готовилась в этом видео сказать другую информацию о том, что делать, что отключили банки, отключили платежную систему МИР, но получилось теперь, что ничего не отключили. Я не знаю, либо это, к примеру, сегодня там будет работать, вот, а завтра там не будет работать. На данный момент я как бы не могу тоже в течение дня каждый день ездить там снимать, пробовать, проверять. Ну, на данный момент, вот на сегодня, на 28 число банкоматы работают. В самих же пресс-службах турецких государственных банков БАКФБанк и Халыкбанк заявили об отсутствии препятствий при проведении финансовых операций с платежной системой МИР. Об этом представители компании сообщили РИА Новости. В банках сказали, что не получали уведомления от турецких властей по приостановке приема российских карт. При этом в Халыкбанк отметили, что ждут такого уведомления в ближайшее время. В середине сентября Министерство финансов США заявило, что Вашингтон готов вводить санкции против стран за поддержку использования национальной системы платежных карт и платежной системы МИР за пределами России, что будет восприниматься как попытка обойти санкции против России в своих интересах. По мнению экспертов, отключив платежную систему МИР, турецкие банки пытаются не быть подвергнутыми ограничениям со стороны западных финансовых экономических структур, которые могут внести в отношение них вторичные санкции за продолжение взаимодействия с Россией. К сожалению, принимать или нет карту МИР, и для каких именно операций ее использовать и с какими лимитами, это право турецких банков. Потому что, находясь на территории Турции, вы обращаетесь в турецкий банк, соответственно, турецкий банк решает, согласен ли он принимать карты МИР. Если согласен, то какие лимиты по операциям определить и вообще какие операции считать допустимыми для держателей карт МИР. Поэтому, к сожалению, российская сторона здесь может выходить с предложениями к турецкой стороне, может пытаться как-то договариваться, но окончательное решение здесь все равно за турецкой стороной. К сожалению, ни от российских туристов-держателей карт, ни даже по большому счету от российских банков-эмитентов этих карт здесь мало что зависит. Сейчас текущая международная политическая обстановка очень сложная. Россия сталкивается с серьезным давлением со стороны Запада. Но в то же время и страны, которые продолжают взаимодействовать с Россией, они тоже подвергаются определенным ограничениям со стороны Запада и Соединенных Штатов в частности. И возникает такое понятие, как угроза вторичных санкций. В данном случае Турция – это то государство, которое сотрудничало достаточно долгое время с Россией с точки зрения финансовых и банковских проектов, в том числе и по картам МИР реализовывался активно данный проект. Но вот сейчас Турция под давлением Соединенных Штатов и в целом западных стран она ведет на определенные действия, связанные для нее с угрозами вторичных санкций. И, собственно, ограничения действия карт МИР, они вот как раз и вызываются от этой проблемы. Напомним, что платежная система МИР была создана в 2015 году и является абсолютным аналогом платежных систем Мастеркард и Виза, которые используются во всем мире. Зарина Аджахалилова, Универ Ньюс. Универ Ньюс.